Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Так получилось, что меня отвлекли ряд важных событий, и я не закончил работу над этой публикацией. Но думаю, она важна, поэтому возвращаюсь к ней. В публикации «Любовь Соболь» о вручении Навальному премии Сахаровой мы уже затронули тему того, что властям не удалось убрать имя Навального из информационной повестки. Это крайне важно, поскольку именно это дает веские основания для оптимизма. Напоминаю, в России и близко нет никакого капитализма, как нас уверяют. А у нас классический политаризм или азиатский способ производства, АСП. И он у нас не только сейчас. Он был и в Советском Союзе, и в Царской России. И согласно что Маркса, что Энгельса, что Ленина, эта система намного хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Или точнее, согласно классикам, господство коллективных социальных паразитов, номенклатуры, намного хуже господства социальных паразитов честных. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. С позиции ноосферного мировоззрения же, активным сторонником которого я являюсь, политаризм, как и фашизм, кстати, может более или менее адекватно функционировать лишь в условиях полной или хотя бы частичной информационной блокады. О ноосферном мировоззрении я уже начал рассказывать в цикле публикаций «Темное пламя». Ссылка на плейлист «Темное пламя» тоже будет на конечной заставке. Правда, этот рассказ у меня еще далеко не закончен, хотя публикация уже и прилично. И на примере ситуации с Алексеем Навальным очень хорошо видно, насколько же наша номенклатура не готова работать в условиях прорванной информационной блокады. Нужно прямо сказать, все попытки сделать так, чтобы независимые СМИ забыли об Алексее Навальном, дали обратный результат. Или вернее, все это привело к тому, что Навальный стал намного популярнее, чем был до ареста. И его рейтинг давно уже превзошел все рушащийся рейтинг Путина. В социальной психологии это, кстати, называется эффект бумеранга. Наверное, нужно пояснить. Путину и компании, а точнее номенклатуре, в начале нулевых удалось частично восстановить в России информационную блокаду. Им удалось монополизировать все крупные СМИ. Но они проспали интернет. И после того, как он достаточно развился, в Россию вернулось явление, которое, да, было характерно для 90-х, но потом пропало. Это явление политический деятель, независимо от номенклатуры. И, безусловно, самым популярным таким деятелем стал Алексей Навальный. И дальше, пытаясь лишить его популярности, номенклатура наделала невероятное количество глупостей. Самой главной из которых, конечно, стало то, что они отправили его за решетку. Конечно, в условиях открытой информационной системы это и было обречено дать эффект бумеранга, что хорошо знают пиар-технологи. Для того, чтобы победить Алексея Навального, номенклатуре нужно было не прессовать его, а выдвинуть из своей среды нового популярного политика. Или нескольких таких политиков. Кстати, я сильно подозреваю, что таким проектом номенклатуры является Николай Платошкин. И уже неоднократно пояснял почему. Но здесь, похоже, сыграло роль то, что Путину очень не нравится, если появляются еще популярные политики. И неважно, даже из номенклатуры они или они независимы от номенклатуры. Он хочет, похоже, быть единственным популярным политиком в России. И сегодня, кстати, это очень помогает нашему делу. Поскольку связывает адекватные действия номенклатуры, направленные на сохранение своего господствующего положения. Однако все возможности у номенклатуры для этого были и остаются. Напоминаю, в их руках по-прежнему все крупные средства массовой информации. Но номенклатура, хотя здесь, наверное, будет правильнее сказать, но Путин избрал путь репрессий. А этот путь в условиях открытой информационной системы тупиковый. И что у нас на выходе? Навальный не только не ушел из информационной повестки, а напротив, зазвучал в разы сильнее. У телеканала «Дождь», по сути, об этом ролик, название лучше зачитаю. «От Берлина до тюрьмы. Как Навальный вернулся в Россию и стал политзаключенным номер один». Обязан напомнить, телеканал «Дождь» – это СМИ, выполняющие функцию иностранного агента. И ролик как раз и рассказывает, хотя, на мой взгляд, каналом это не было осознанно в полной мере, как Навальный, вопреки действия номенклатуры, начал греметь в средствах массовой информации. Все сильнее и сильнее. Я, пожалуй, кратко перечислю эти громы. Первое. Благодаря аресту, Навальный в глазах его сторонников стал героем. Причем, нужно отметить, что героизм в его поступке, в возвращении в Россию, хотя он прекрасно понимал, чем это ему грозит, безусловно, присутствует. И здесь не скажешь, что это глупость, поскольку это именно героизм. Дальше номенклатура по-крупному опозорилась выездным заседанием суда в Химкинском отделении полиции, о чем тоже громогласно сообщили все независимые СМИ. На этом фоне, также на всю страну прогремел фильм Навального о дворце Путина. Напоминаю, его просмотрело 120 миллионов человек, что в Рунете абсолютный рекорд. И ведь это еще не все. Был ведь еще один фильм об отравлении Навального, сделанный им совместно с Христо Грозевым. И тот тоже прогремел и ненамного слабее. И здесь также нужно отметить, что во многом благодаря этому фильму ситуация с отравлением Навального стала, пожалуй, самым крупным национальным позором России во всей истории нашей страны. На митинги в поддержку Навального вышли десятки тысяч людей. И по всему это только начало, поскольку, как я сказал, тема-то громыхает все сильнее и сильнее. Номенклатура начала массовые репрессии против сторонников Навального, а его штабы объявила экстремистскими организациями. Что тоже только добавило популярности, что ему, что его сторонникам. Навального официально назвали предателем представителей системных оппозиционных партий. Но это тоже только подлило масло в огонь и лишило что коммунистов, что эсеров, что жириновцев массы честных сторонников. Ну и финалом апофеозом всей этой истории стало присуждение Навальному премии имени Сахарова. И речь его дочери, посев, на вручении данной премии. Вот как ведущий телеканала «Дойщи» сказал об этом. Да, возвращался Навальный год назад как лидер антипутинского протеста и в этом качестве проиграл. Но с тех пор у него другая война. И он борется не с Путиным. Он борется со страхом, с нашим страхом. Показывает пример. И на этом поле Крем его победить не может. В декабре дочь Навального Дарья получала за своего отца присужденный ему Европарламентом премию Андрея Сахарова. От его имени она призывала Европу победить прагматизм и лицемерие, дать отпор тиранам Путина и Лукашенко, а закончила свою речь так. Ну и теперь к этому нужно добавить, что по версии телеканала «Дождь» Навальный – человек 2021 года. Так ли номенклатура глупо, что не понимает, что против Навального нужно действовать адекватно, а не пытаться выпихнуть его из информационной повестки? Думаю, все же нет. Дело в другом. Дело в страшной, запредельной ревности Путина к любому популярному человеку. Сила его комплекса неполноценности. Напоминаю, что Путин страдает комплексом неполноценности, я уже как-то рассказал детально. И сможет ли Путин когда-нибудь преодолеть эту свою ревность и не позволять появляться другим популярным политикам в нашей стране? Думаю, нет. Но и ясно, что это только ускорит. Что его конец, что конец номенклатуры и политарной системы в целом. Как я уже сказал, это закономерно. Пока нет цензуры в интернете, номенклатура обречена проиграть информационную войну. А удастся ли ей установить цензуру в интернете? Моё мнение, что это очень и очень вредно. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok